В эфир телеканала 24КЗ заступила дневная смена. Яков Иржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, на заседании правительства сегодня отчитывались о том, как начался новый отопительный сезон и каковы наши перспективы до весны. Премьер-министр Ужас Бектенов поручил министрам держать этот вопрос на личном контроле. И мы как раз-таки сегодня об этом поговорим. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, вместе со мной в студии сегодня находятся Дархан Алиакпаров, заместитель комитета атомного и энергетического надзора Министерства энергетики Республики Казахстан. Здравствуйте. Нурлан Булатбаев, заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Добрый день. Марат Холменов, директор Департамента развития политики энергосбережения Института развития электроэнергетики и энергосбережения. Приветствую вас. Кроме того, посредством видеосвязи с нами могут общаться Думан Архамедкалиев, Аким города Ридер, Восточно-Казахстанская область, и Ержан Иманзаипов, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. С удовольствием приветствую, господа. И, как я и сказал в самом начале, премьер сегодня дал конкретное вполне поручение. Предлагаю с него и начать, и его послушать. Давайте послушаем. Самое главное – провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации. Акимам поручаю держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле. Так, ну что ж, я думаю, что как раз-таки давайте попробуем обрисовать ситуацию в целом по стране. Плюс у нас есть материалы из регионов. Таким образом мы получим, мне кажется, достаточно объективную и подробную картину того, что происходит в Казахстане. И, исходя из этого, попробуем сделать некие прогнозы. Итак, господин Олег Ахпаров, что у нас, так сказать, в целом происходит, какова степень готовности энергосистемы к отопительному сезону, который уже, собственно, начался, если я не ошибаюсь? Добрый день еще раз. У нас на сегодня отопительный сезон начался в северных регионах, восточных регионах и центральных регионах страны. Также в Атроуской области. В связи с погодными условиями отопительный сезон в южных регионах и западных регионах планируется начать с середины октября. В целом, все регионы готовы к началу отопительного сезона. Что касается ремонтных работ на энергопредприятиях, согласно графику на сегодня, на электростанциях ремонтные работы завершены на 5 энергоблоках, 32 котлах и 28 турбинах. Также на разных стадиях ремонтная работа проводится на 4 энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками. Ну то есть получается, что то, что сейчас, ну так сказать, уже первая декада октября заканчивается, а эти работы еще идут, это пока еще нормально, считаете? Смотрите, здесь для начала отопительного сезона необходимый состав оборудования уже ремонтные работы завершены. К моменту наступления холодов, отрицательных температур окружающего воздуха, остальные составы оборудования будут обеспечены. У нас график ремонтных работ ставится таким образом, чтобы до начала холодов все ремонтные работы завершить. Потому что до октября весь состав оборудования отремонтировать невозможно. А какие из регионов... Очередно делается. Да, я понимаю. Какие из регионов, я прошу прощения, что перебиваю, но у нас тема сегодня большая и серьезная. Регионов у нас немало, да, а время программы ограничено, поэтому я заранее прошу прощения, если буду где-то, так сказать, спешить. Какие из регионов, можно сказать, что еще нуждаются во внимании? Ну, так сказать, на них надо обратить внимание. Ну, мы на особом контроле держим ТЭЦ города Кентал, ТЭЦ города Риддер, ТЭЦ города Экибастуз. В связи с тем, что эти ТЭЦ города Кентал на коммунальной собственности, там ремонтная работа, большой объем средств были вложены в этом году, то есть из резерва правительства. Там на сегодня необходимый состав оборудования для начала отопительного сезона уже готов. На остальных котлах проводится реконструкция. Таким образом, до наступления холодов, наставшиеся оборудования, ремонтные работы будут завершены. Хорошо. По Риддеру и Павлодарской области у нас есть на связи как раз-таки представители местных исполнительных органов. И я думаю, они об этом расскажут. Но прежде чем передать им слово, предлагаю, так сказать, еще к одному региону обратиться. У нас, например, есть материал из Казаларды. Есть у нас материал? Ага. Ну ладно, немножко попозже его посмотрим. Он есть, просто сейчас готовится. Так, итак, господин Рахмет Калиф, добрый день еще раз. Хотелось бы услышать от вас лично, в каком состоянии, что у нас происходит и так далее. Добрый день. У нас отопительный сезон в городе Риддере уже начался. Полностью население обеспечено теплом и горячей водой. Есть у нас два района города, микрорайона, которые подпитаны от частной котельни. 27 сентября мы ее запустили. Полностью население города Риддера обеспечено теплом и горячей водой. По углю у нас на сегодняшний день 27-дневный запас угля. 10 вагонов в день разгружаем. В ближайшее время мы планируем это увеличить до 15 вагонов в день. То есть запас угля у нас хватит. Котлоагрегат номер два на сегодняшний день у нас готовится к запуску. После него мы приступим к запуску, я думаю, первого котлаагрегата. А вообще, когда, ну вот, точнее, после того, как, ну давайте, так сказать, смотреть фактом в лицо, после того, как в прошлые годы Риддер был, ну скажем так, героем грустных новостей, связанных с авариями, это был, если я не ошибаюсь, какой, 22-й, да, год? Да. Вот сейчас вы можете, так сказать, уверенно сказать, что вот, так сказать, эту зиму Риддерцы пройдут без каких-то, так сказать, грустных приключений? Ну, безусловно, я в этом убежден, что отопительный сезон у нас в городе Риддер пройдет стабильно. Благодаря чему? Благодаря, конечно же, поддержке правительства, как уже здесь и отмечалось, колоссальные средства были выделены на Риддер ТЭЦ. У нас абсолютно все котлоагрегаты вошли в ремонтную компанию. Более того, на Риддер были выделены дополнительные средства, это по ремонту тепловых сетей, что мы 19 километров в двухтрубном исполнении поменяли городских сетей. Самые опасные участки, которые вот после прошлого отопительного сезона дали порывы. Они абсолютно все заменены на сегодняшний день, работы выполнены на 100%. А можно один вопрос я у вас уточню? Вот если я не ошибаюсь, сегодня, во всяком случае, об этом информацию распространяют средства массовой информации, цитирует министра энергетики господина Садкалиева. Позволю себе его цитату зачитать, просто скопировал с сайта новостей. На топливных складах энергоисточников накоплено 5,2 миллиона тонн угля и 88 тысяч мазута, что соответствует нормативу, запятая за исключением тест-ридера, где запас угля составляет 14 суток, при норме 20 суток. Работа по накоплению продолжается. Конец цитаты. Это устаревшие, получается, данные? Да, у нас на сегодняшнее утро 12,5 тысяч тонн. Это при нынешнем расходовании, при нынешней температуре, это соответствует 27-дневному запасу. А в норме у нас должно быть 20-дневный запас. Более того, мы уже понимаем, что холода скоро уже наступит и увеличиваем поставку. То есть мы можем 15 вагонов в день разрушить. Понимаю. А вот в связи с, опять же, возвращаясь уже к тем масштабным, ремонтным и, ну так сказать, работам по реконструкции, можно даже так, наверное, назвать и так далее. В этой связи тариф на тепло, теплоэнергию и так далее для жителей вашего города каким-то образом увеличился? Если да, то на сколько? На сегодняшний день тариф не увеличился. Не увеличился? Нет. Я очень рад, кстати, что вам удалось его удержать. И это очень хорошо. Но в целом, если мы говорим о формировании тарифной политики в нашей стране, вот когда мы рассматриваем эти тарифы в связке с нынешней программой тариф в обмен на инвестиции, какая здесь корреляция между ростом тарифа и тем объемом реально произведенных работ, которые, вот, так сказать, сделали для того, чтобы, так сказать, сети отремонтировать, те же самые котлы отремонтировать и так далее. Как это высчитывается? Кто этим занимается? И как отчитывается перед днём? В общем, я хотел бы отметить проводимую работу сначала по обеспечению качественной надежности, прохождение тапендиционного полномочного уровня сельскохозяйственной монополии. Здесь основной принцип формирования тарифа – это, естественно, привлечение инвестиций, как мы говорим, тариф в обмен на инвестиции, то есть привлечение, увеличение проводимых, значит, финансирование проводимых работ на модернизацию и строительство. В этом году для обеспечения, значит, капитальных ремонтных работ было привлечено около 140 миллиардов тенге. Из них за счет увеличения около 50 миллиардов. То есть это повлияло на рост тарифа в среднем, по Казахстану, можно сказать, что это средний тариф на 5% увеличился. Остальные суммы были привлечены за счет бюджетных средств. То есть она на тариф, на увеличение тарифа никак не повлияла. Вы с какого периода считаете примерно? Мы говорим про этот год. Про этот год. В прошлом году, в общем, дополнительно 300 миллиардов привлечений. Мы проводим это с 2023 года, это работа тарифовая инвестиция. Но в этом году дополнительно еще по тепловой энергии был рост, и рост повлияло как раз при увеличении дополнительных на 20 миллиардов, по 20 миллиардов. Здесь на тепловой энергии можно разделить на три зоны риска. Это красная зона риска, где износ составляет более 65%. Средний рост, это желтая зона, это составляет от 55 до 65. И зеленая зона, где составляет меньше 55% износа. Основной акцент здесь мы обращаем внимание, где субъект находится в красной зоне. И по данным, значит, в зоне находится около 22 предприятий. По стране? Да, по стране. В результате проводимых работ уже в текущем году планируется вывод около 5 предприятий с красной зоны, в желтую зону. Для данных категорий риск тоже обращается внимание в увеличении инвестиционных программ. Те, которые находятся в желтой зоне, в зеленой зоне, там они работают в том направлении, в котором работают. То есть, утвержденная инвестиционная программа исполняется и увеличение заработной платы сотрудников этих предприятий. В целом, хотелось сказать, что по причинам роста также в этом году, это было принятие на балансе бесхозных сетей, также роста стратегических товаров, как уголь, мазут, газ и прочих. Ну, по сути, инфляция, да, один из составляющих инфляции. Кстати, господин Олег Паров, а если вот говорить опять же об этом, не закончившемся пока в 2024 годе, то благодаря этим ремонтным работам, возможно, вы эту цифру сказали, я запамятовал, может, она прозвучала. Напомните, пожалуйста, тогда, в целом, так сказать, уровень износа по стране, мы знаем, насколько он уменьшился? Ну, вот по ТЭЦ, по теплосетям, вот тогда. Если по электрическим станциям говорить, на сегодня уровень износа составляет 65%. Это на 2% ниже по сравнению с прошлым годом. Теперь в результате проводимых работ в текущем году мы ожидаем снижение износа еще на 4%. То есть, на 61% по итогам текущего года. То есть, итого минус 6%? Минус 6% за 2 года, да. Ага, хорошо. То есть, получается, тарифы у нас выросли примерно на 5%. Это средний по стране. Где-то в каком-то регионе, может быть, рост значительно больше, но есть регионы, где тарифы даже были снижением. Не значительно, конечно, но было снижение. Причина этому была введение временной компенсирующей тарифов, а также самостоятельное снижение по некоторым рядам причин. Я просто в голове к себе пытаюсь, так сказать, сопоставить две этих цифры и понять, насколько они друг с другом бьются. И мы вынуждены, так сказать, брать некую среднюю температуру по палате. Но должен сразу, так сказать, должен сразу отметить, что не всегда это срабатывает. Так, господин Калменов, на ваш взгляд, когда мы говорим о основных, ну, скажем так, задачах, да, которые необходимо решать вот в сфере теплоэлектроэнергетики. С одной стороны, а, снизить степень износа, собственно, нашей инфраструктуры, да, которая еще, по сути, с советских времен во многих регионах работает. С другой стороны, б, защитить людей и, так сказать, не допустить резкого роста, так сказать, цен. Я, наверное, этот вопрос вам уже несколько раз помню. Мы это обсуждаем. Тем не менее, никуда от него не денешься. А где найти эту золотую середину, на каком принципах? Ну, вот сейчас прозвучало, вот у коллег, да, что в этом году в красной зоне оказались 22 предприятия, да, 22 тепловых станций, что по результате вложения денег будет 19, да, сколько там, значит, если будет на 5 предприятий меньше. Ну, если открутить немножко назад, когда, помните, 22 год, конец 2021 года прошла президентская проверка, да, или как вот, выезжали в регионы после серии аварии и решили посмотреть, в каком состоянии. И тогда министерство, когда делало замер, как раз по этой системе рисков, да, кажется, тогда было 19. То, получается, за эти годы выросло на 3 предприятия. Это вот первое, на что хотел обратить. Второе, мы к ежегодно делаем же. Одну минутку, прежде чем вы, если продолжите, то есть вы хотите сказать, что за это время, несмотря на то, что обратили на эту проблему внимание, количество предприятий, которые относятся к... Я вот 20 сегодня услышал, да. Очень-то рискованной зоне, тем не менее, все равно росло. Да, увеличился естественный износ. Естественно, естественно, да, и проводилась работа как раз. Мы вкладываем, да, вот деньги же все равно ограниченном количестве, да, его увеличили практически в 1,7 раза, да, больше стали вкладывать денег. Но, опять же, исходя из того, что мы давно уже подошли к пределу, да, к пределу прочности этой энергооборудования, да, ты его можешь менять. Но она, как вот, как в прошлый раз мы обсуждали, износ, он же не останавливается, он же продолжается. Соответственно, надо думать, наверное, что такое другой механизм надо применять. Почему? Потому что вот мы, когда делаем мониторинг по потреблению энергоресурсов, крупных 109 предприятий, всего там у нас субъектов государственно-энергетического реестра, и у них энергетика за ним смотрим. Эффективность именно среди энергетических компаний сильно не выросла. Скажем так, она практически не выросла. Мы смотрим, заинтересованы ли энергетические предприятия повышать свою эффективность. Проводят энергоаудиты, каждый пятый не провел, а это обязательная вещь считается. Второе. Провели энергоаудиты, выявили потенциал менее 2%. Смотрим, сколько из них реализовано. 0,4%, 0,2% или 1% какая-то часть. О чем говорить, что сами сегодняшние рыночные условия не стимулируют экономить. Значит, у нас где-то в торжественной политике, в которой заложен только износ, один параметр только износа, он, соответственно, непонятно. Вот когда вот сейчас озвучивают, 5 энергоблоков там, я не понимаю, на как вот, если бы у нас была бы карта, да, в котором было разложено по системе рисков, что вот у нас сейчас 22 в красной зоне обозначить, и мы деньги даем в какую сторону? Те, которые находятся в красной. Самые неэффективные. Соответственно, ты когда даешь деньги, ты должен спрашивать, а насколько у тебя изменится эффективность? Эффективность, она мерится просто. Насколько ты меньше на киловатт-час потратил топливо? А тариф же не так считается. Та дают первую чекому, который топливо, чем больше ты тратишь, тем выше у тебя тариф. А эффективные предприятия может получить низкий тариф. Хорошо, тогда давайте еще раз обратимся к нашим гостям из других регионов. И в данном случае хочу уже обратиться к господину Аниманзе, руководителю управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства по Ладонской области. Так, надеюсь, вы меня видите, слышите, со всей связью все хорошо. Итак, сначала общий вопрос. В целом, какая у вас готовность к отопительному сезону? Добрый день. В целом, готовность в Ладонской области к отопительному сезону высокая. И это подтверждается тем, что мы в текущем году, 9 сентября, начали отопительный сезон для социальных объектов и 16 сентября для жилого сектора. Так, опять же, уже, так сказать, начинаем уточняться. Как и вот в беседе с вашим коллегой из Ридера, ну, он, правда, Аким, вы еще нет, уверен, что когда-нибудь будете, но это об этом потом. Смотрите, опять же, так сказать, есть история довольно грустная уже в вашем регионе. Это экибастуз, я правильно понимаю? Которые были в прошлые годы? Понятно, мы сейчас по экибастузу ремонтные работы провели в полном объеме, поэтому готовность у нас хорошая. Готовность хорошая. Вот эти ремонтные работы, насколько, на ваш взгляд, они снизили степень износа, так сказать, сетей, там, котлов, оборудования, то, что называется, одним словом, инфраструктуры? Ну, в целом, по Павлодарской области у нас по тепловым сетям ремонта произведено сетей теплоснабжения 33,5 километра, и по итогам года у нас снижение будет на 0,8%. То есть у нас высокий износ 80,5% по Павлодарской области, износ будет 0,8% снижения. 0,8% снижения. Хорошо. И поправьте меня, если я ошибаюсь, но эти данные были в открытых источниках в СМИ. Значит, в феврале 2024 года Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области утвердил новые ставки. Средний тариф для жителей города подняли примерно на 40%, с 5579 тенге до 7780 тенге. Это правда? Департамент по регулированию естественных монополий тариф в действительности пересматривал. И он действительно увеличился на 40%. Поэтому эти данные, они из открытых источников. Так, а вот теперь, насколько на ваш взгляд эффективно подобное расходование средств, когда тариф поднимается на 40%, а степень износа инфраструктуры падает на 0,8%? Ну, здесь необходимо осмотреть в первую очередь тариф на производство тепловой энергии, наверное, поднялся. Говорится вопрос, правильно же? А я вам сейчас говорю касательно тепловых сетей непосредственно. Поэтому здесь это разные сферы производства тепловой энергии и передача тепловой энергии. Понимаю. Да, объясните, пожалуйста. Не сопоставим. Одну минутку, да. Ваш коллега хочет опояснить. Да, чтобы заблуждение не вести, да, конечно, потребитель мощный, потому что здесь широкий круг потребителей подумает, что на самом деле наконец-то уже 40%. На самом деле тариф вырос населению на 9%. На 9%. На 9%, да. При этом средний тариф только вырос на 1%. Почему такая разница между средним населением? Потому что идет программа отмена перекрестного субсидирования, где тарифы должны выравниваться между бюджетными, юридическими лицами и населениями. Таким образом, сейчас населению, можно сказать, по сравнению январь-октябрь месяц на 9%. Для других групп потребителей рост тарифа не производился. Не производился. То есть, да, юридический бюджетный лиц. Хорошо, спасибо за уточнение. Так, давайте вернемся к разговору с Павлодарской области. Так, опять же, так сказать, тот же самый вопрос, который задавал вашему коллеге из Ридера. Что делаете для того, чтобы этой зимой пройти спокойно, без аварии и так далее? В целом, у нас по энергоисточникам запланирован ремонт 41 единицы основного оборудования. В настоящее время на 30 единицах уже ремонт полностью произведен. По оставшихся 11 единицам ремонт будет произведен в течение полтора месяца. Уже будет полностью завершен. И для начала отопительного периода существующий состав основного оборудования он достаточен. При этом, также у нас при поддержке правительства произведен ремонт 9 километров тепловых сетей. Это тепловые магистрали, которые расположены в городе Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Это также позволило нам улучшить тепловой режим и обеспечить бесперебойность тепловых сетей. Кроме того, в ходе гидравлических испытаний, которые мы проводили как весной, так и осенью, нами оперативно устранены порядка свыше 499 повреждений. Это те повреждения, которые могли произойти именно в зимний период. Для этого мы как раз проводили гидравлические испытания как весной, так и осенью. Поэтому, соответственно, качественное проведение гидравлических испытаний нам позволит с наименьшими повреждениями пройти отопительный период. Это те испытания, которые на сленге ЖКХ-шников называются опрессовка? Да, гидравлические испытания, опрессовка типовых сетей. Правильно. Спасибо огромное. Кстати, если мы уже говорим в масштабах страны, так сказать, подобные меры для того, чтобы избежать аварий, они у нас везде предпринимаются? Конечно, для снижения аварийности одна из основных мер это проведение ремонтных работ. В первую очередь тех участков, где зимой выявлены узкие места, где аварийность высокая была. чтобы подготовить к следующей земле от оборудования, чтобы она несла номинарную нагрузку. Дополнительные меры это заготовка топлива, заготовка запасных частей, вспомогательного оборудования для проведения технического обслуживания и устранения аварийных отключений. Мы за этим тоже контролируем. А вообще, по большому счету, вот все эти ремонтные работы, модернизации и так далее, это головная боль местных исполнительных органов или за этим вы курируете? В первую очередь, за это ответственны собственники предприятия. Например, мы в рамках своей компетенции координируем подготовку электрических станций, электрических сетей. С сентября текущего года нам переданы функции Министерства промышленности и строительства части контроля за тепловыми сетями и котельными. Это говорит о том, что на сегодняшний день мы контролируем электрические станции, электрические тепловые сети и котельные подготовку этих объектов. Насколько, на ваш взгляд, вы как эксперт, поскольку я понимаю, что у госслужащих есть своего рода некие ограничения, не могут, иногда, свободно высказывать собственные суждения и так далее, вы в этом смысле, господин Калменов, более свободны. На ваш взгляд, насколько наша энергосистема устроена разумно. Я имею в виду и с точки зрения распределения контроля, и с точки зрения расположения зон собственности и так далее. Ведь были же у нас случаи, давайте смотреть опять же фактом в глаза, когда собственники относились к этим объектам из рук вон плохо. из-за этого уже были аварии в прошлые годы. Когда говорят так, обычно имеют частный сектор, но у нас большая доля и государственного сектора, которые говорят, что в первую очередь отвечают собственник. Многих регионов собственники являются как раз-таки местные исполнительные органы. И соответственно, там у нас в небольших, малых городах много вещей субсидируются. Топливо субсидируют, ремонтные виды работы крупные тоже субсидируются предприятиями. Соответственно, здесь вопрос компетенции уже на местах. Сейчас с принятием, как мы прошлое отмечали, с закона о теплоснабжении, по идее, здесь у них появляется еще горизонт планирования. Не просто условно, как на сленге чинить каждый год паровоз, готовить его. Что на самом деле довольно-таки, да. Еще в горизонте 10 лет, 15 лет, он должен понимать, будет ли замена паровоза на другие какие-то виды, либо он будет этот паровоз что-то его кардинально изменять, вид топлива. Как в Алмате с угля переходит на газ. Что такое переход на газ? Значит, его как минимум односоставляющая поставка угля, как вот видите, у нас один из, сколько угля у него там запасено, его не будет. И, соответственно, мы когда сейчас слышим, я вот говорю, вот если по каждому городу условно будет своя карта, да, вот на сайте Акимата будет висять, вот ТЭЦ, условно, он сейчас в красной зоне, вот по 8 параметрам он находится именно на этой зоне. Благодаря вот этим вложенным средствам, что он планирует столько-то, мы изменим вот эти показатели. Когда любой житель плюс журналисты могут не спрашивали, видеть, что меняется. Потому что, когда говорят там условно, когда просто перечислять, сколько было ремонта, сколько было денег вложено, я вот как, например, даже не как эксперта, как ему, я не очень понимаю. и что, вот условно, даже если вы не очень понимаете. я говорю, не как эксперты, если подойти, да, вот я когда слышу цифры, они же говорят же, помните, одним из замечаний вот тоже премьер-министра два года назад было, все Акимата отчитались, все сказали, готовы к зиме, ну вот рванул, в чем проблема. И начинаются вот проверки. Соответственно, выходит, что оказывается, не все параметры были учтены, не все работы были выполнены. Когда говорят, весь объем этот сделан, кто его, соответственно, министерство отследует, но опять же, на местах, это местный исполнительный орган, там был один из мероприятий, которые были рекомендуют, создание института независимого технического аудита. Это было не государственного. Не государственного. Это было сказано в 22-м году, ну по итогам проверки, 21-го года в президентском. Сказали, вот такой институт надо создать. Он есть? Я, например, не слышал. Я не слышал пока про такой. Соответственно, как бы замеры, каждый год он будет. идти отчетами, он бы как раз бы показывал, что меняется в стране. По цифрам как будто не меняется. Я живу 19-22. Значит, как бы ухудшилось-ка вроде бы. Ну, с другой стороны, на ровном месте такой институт тоже, чтобы появился, нужны же специалисты, которые за это возьмутся и причем будут за это деньги получать. когда спрос появляется на эту экспертизу, соответственно, появятся и эксперты. То есть, пока вы хотите спроса... Спрос должен быть. Его объявили, да? Администрация президента были разработаны, да? Как бы текущие, что нужно сделать, да? Быстро, да? И плюс долгосрочные какие-то системные необходимые мероприятия по улучшению состояния. И вот, когда перечисляешь, там было повышение зарплаты, в том числе, повысили зарплату. А что делают? Ну, вот мы сейчас вот говорим про ТЭЦ. А кто ремонты делает? Вот эту сферу. Его кто-то смотрит? Потому что там тоже энергетики, но ремонтная часть. Когда денег больше выделили, соответственно, за один год не появится же, объем работ увеличился, а появилось ли столько же предприятий, которые готовы этот ремонт провести. И когда говорят, чтобы мы два раза больше ремонтов провели, у меня такое сомнение, а какими силами? Потому что у нас есть, условно, в Севере, Северный засед, многие ремонтные компании, когда у нас недофинансировался отрасль, они уходили куда? Одна заработка, уходили в Россию. Там и тарифы, там и деньги другие. Да, условно. И сейчас они вернулись, кто делает ремонты? Ну, мне кажется, по этому отдельно абсолютно... И кто и как это контролирует? Контроль один. Кто делает еще? согласен. Кстати, вот в данном случае господин Калменов поднимает, мне кажется, очень важную тему общественного контроля. И к тарифам, тарифообразованию она тоже применима. Потому что мы говорим о том, что, собственно, эта система должна быть прозрачной. И, насколько я понимаю, как раз-таки подобное стремление у Министерства национальной экономики есть. По словам, Женя Кальменов, наверное, скорее всего, он говорит про практическую сторону. Со стороны финансовой части, со стороны НПА, естественно, Министерство национальной экономики все обеспечено. По поводу прозрачности тарифообразования на сегодняшний день очень даже прострачено. Все этапы тарифообразования на сегодняшний день оцифрованы. То есть, с момента подачи заявки субъекта монополия в полномочный орган любой желающий, любой потребитель, у кого есть доступ к интернету, может посмотреть заявленный уровень, куда направляется средство, как оно исполняется, также могут участвовать в публичных обсуждениях, а также прозрачные и проводимые закупки субъектами естественной монополии. По поводу прозрачной открытии и подотчетности, если можно с уверенностью сказать, что она на сегодняшний день открыта и очень даже прозрачна. Практическая часть, которая говорит сейчас Кальменов, естественно, это работа, это уже, наверное, практическая плоскость, это работа, проводимая сейчас местными спортом органами и непосредственно, конечно, отвечает за это сам хозяйственный субъект. За это ответственность, на сегодняшний день контроль, ответственность проводится и будет проводиться работой по усилению этого. Практическая сторона также нам известна путем представления заключения экспертами. На сегодняшний день с этого года, уже в середину года были приняты поправки по усилению этих экспертных организаций и членов этой команды. Каким образом будет это усиление? Усиление, да, вы можете как раз в правилах прописать, есть определенные перетяния, коллекционные требования к этим экспертам и ответственность за то, то есть такие организации экспертные у нас есть? У нас есть, да, до этого они и были, они представили заключение на сегодняшний день усиление части коллекционных требований и ответственности. Присключение требований с экспертом на рынке. То есть с нашей стороны, как я уже говорю, если мы говорим о международном опыте в вопросах тарифообразования, с этой части тоже мы подошли, да, у нас на сегодняшний день действует стимулирующий метод тарифообразования, более новый подход с этого года она вступила в силу, до этого она была в практике также, но усиление идет, с этого года компании могут выходить стимулирующий метод тарифообразования, отходя от затратного метода тарифообразования, затрата плюс в этом методе, и устанавливается определенное KPI, достижение показателя, то есть качество надежности за дешение, которое субъект поощряется. за недостижение естественно оказывается. Сколько уже воспользовались этим новым подходом? уже десятки предприятий, да, уже выходили. Я вот хотел бы просто добавить, только коротко у вас, их коллеги, антимонопольный комитет, он когда проанализировал рынок мощности, и вот как получают тарифы на этом рынке мощность, практически в 23-м году все пришли с максимальным тарифом, соответственно, как не было конкуренции в 24-м году они отмечали, так в сегодняшний день ее нету. А конкуренция это существенный рыночный инструмент, который позволяет сдерживать тарифы рыночным методом, экономическим успехом. Она не работает. Да, связывается с монополией конкуренции, она практически не была. Средняя генерация, есть рыночная. Да, очень сложно переделать сектор, который, так сказать, остался в наследство от советского периода, и здесь... Промоделить. Да, но есть один момент, который, кстати, на прощание хотелось бы уточнить. По запасам угля, мазута и так далее, на этот сезон накоплено достаточно? Все нормально? На сегодня на электростанциях заготовлено 5,2 миллиона тонн угля и 88 тысяч тонн мазута. Этот объем достаточен для прохождения отопительного сезона. То есть все нормативы соблюдаются. У нас есть определенные нормативы в зависимости от состояния разреза угля. Там 20 дней 10-дневный запас. Так, на сегодня на всех предприятиях вот эти нормативы моими предприятиями соблюдаются. И мы ежедневно ведем контроль соблюдения этих нормативов. Хорошо. Так, в любом случае, жаль, конечно, что не удалось посмотреть материалы. Мои коллеги приготовили их достаточно много, но произошел какой-то технический небольшой сбой. Так, огромное спасибо всем моим собеседникам за участие в нашей программе. Надеюсь, что ближайшую зиму мы пройдем без каких-то злоключений. В любом случае, будем, так сказать, держать руку на пульсе и наблюдать, что происходит, потому что от этого сектора зависит, ну, извините, наша жизнь, наш комфорт. Мне же осталось только передать слово моим коллегам из редакции новостей на государственном языке. Алия, приветствую, о чем будете рассказывать? Обязательно будем смотреть. Еще раз спасибо моим экспертам. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24KZ. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова